Вот это самое главное вещь. Не могу, не отказываюсь жить бедлами нелюдей, отказываюсь выть с волками прощадей, отказываюсь плыть за кулами равнин вниз по течению спины. Я не могу, я очень хочу жить, очень. Я не могу жить. И через «не могу» я еще об этом пишу. Кто еще так делал? Ну, да. И есть еще одна вещь, которая меня тоже. Когда я потом читаю, меня просто коробит. Марина Цветая покончила жизнь, потому что поссорилась с сыном. Марина Цветая покончила жизнь, потому что ей отказали от места посудомойки в писательской столовой. Это вообще ничего не понимает Цветавия. Это даже не причина. Это даже не путь. Цветавия никогда бы в жизни не полезла в петлю из-за этого. Причина должна быть в другом, в более серьезных вещах. И вот я вам хочу сказать, что единственное, потому что это вещь, которая меня, так сказать, очень... Мне две вещи в Цветавии, которые я не понимаю в ее биографии, почему ее не арестовали. Все кругом арестовали, а ее даже на запрос не вызвали. Она два года жила под домокловым мечом ареста. Дико боялась. Просто дико боялась. Но ее даже не вызвали. Вот Лидия Чуковская говорила о том, что у Цветаева было еще 200 рублей. Она могла еще месяц в этой проклятой елабуке прожить, а через две недели приехал по странам. И он бы точно ей помог. Почему она покончила с собой? Вот Чуковская говорила о том, что она познакомилась с Цветаеву в Чистополе с одной семьей, которая безумно была влюблена вообще в творчество Цветаеве, и сказали, мы вам обязательно поможем. Все, приходите к нам ночевать. Я сказал, у меня только одна встреча есть, я сейчас на встречу скажу, а потом у вас переночую, а потом поеду к Муру в Елабугу. Цветаева не пришла ночевать. Она уехала в Елабугу и на следующий день покончила с собой. Чуковская предполагает такую версию, и я с ней в этом отношении документов нет. Ее вызвали в НКВД и предложили работу переводчице. Ну, немецкий она знала как русский. Но надо знать эту людоедскую организацию. Они же предложили ей эту Сиекуру не просто так, а потому, чтобы она... То это ауглицына и ее сыне. И это закончится... Может закончиться не только тюрьмой или лагерью, но и может закончиться смертью. Вот тот тупик, где в последней песне я написала, я попал в тупик. А не попало, а загнали в тупик. Потому что я понимал, что сына самоубийцем никто трогать не будет. По старой древней русской традиции. Вот, я думаю, это моя версия и версия, скажем, Чуковской. Но это, по крайней мере, самая убедительная версия смерти Цветаевой. Поэтому это не самоубийство, это убийство. И Цветаева, и смерть Цветаевой, это еще одно подтверждение известной мысли, что история русской поэзии, это есть история уничтожения русских поэтов. Ну а сейчас мы будем говорить не об этом. Вот если вы придете ко мне на спектакль, монос-спектакль, я в следующем месяце буду играть его. Если Куршин и мускул крыла, монос-спектакль по Цветаевой. Он не основан на дневниках или письмах последних документах, и на его представительности так. А я сейчас хочу прочистить... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok